Станция Старица, центр одноименного сельского поселения. До города Старица 10 километров пути, до Твери по трассе 77 километров. Восемь улиц, около тысячи жителей. На въезде в поселок большое одноэтажное здание школы, окруженное плодовыми деревьями и соснами. С другой стороны школьного двора большая спортивная площадка с мини-футбольным полем, беговой дорожкой и уличными гимнастическими снарядами и тренажерами. Прямо со двора можно пройти в небольшой, на уютный спортивный зал. Здесь в конце учебного года состоялась матчевая встреча воспитанников местной секции бокса и Ржевской школы бокса. Для сельских мальчишек и девчонок это была первая возможность проверить свои силы в поединках с приезжими соперниками. Фактически первый серьезный экзамен для воспитанников клуба «Боевые перчатки», который начал свою деятельность в прошлом году. Открыл матчевую встречу почетный гражданин города Старица, почетный работник прокуратуры Советского Союза, заслуженный юрист России Валерий Виноградов. При непосредственном содействии активного участия Виноградова и был создан открыт на базе сельской школы клуб «Боевые перчатки». Это сельская местность, целый ряд десяток деревень вокруг. В городе можно найти занятия, а здесь проблема очень серьезная. Ребятишки просто загорелись вот этой идеей. И мы решили открыть эту секцию. Я попросил вот очень хорошего нашего боксера Вячеслава Вершинского, который имеет большой опыт работы. Попросил Дениса, значит, тоже взяться за это дело. Они согласились. И мы с легкой руки директора школы начали эти занятия. Во время матчевой встречи Денис Виноградов и Вячеслав Вершинский выводили своих воспитанников в ринг и исполняли обязанности секундантов. Надо было видеть, с каким вниманием и нескрываемым уважением слушали ребята наставников. Начинать было неплохо, потому что пришло 52 человека сразу же. Зал, сам видите, очень маленький, места здесь очень мало. И мы сразу разделили на две подруги. Сначала вели с шести до семи малышей, и с семи до девяти до полдесятого вели взрослые ребят. Условия, конечно, были не очень хорошие поначалу. Перчаток не было. Один мешок. Я свой притащил лично. Повесил здесь. Били по нему. Лапы такие были старенькие у меня. Лет десять я внука тренировал. Первый год деятельности сельской секции пришлось пройти еще испытание новой коронавирусной инфекции. На три с половиной месяца школа была закрыта на карантин. Потом ковидом переболел и Вячеслав Вершинский. Но из-за времени вынужденного простоя ребята тренировали самостоятельно. Естественный отсев, который со временем происходит в любой секции, оказался минимальным. Образовался свой коллектив. Атмосфера у нас очень хорошая. Дети нас любят, уважают. С ними работать хорошо. В том отношении они более такие порядочные, более доброжелательные и более доверяют тебе. Доверяются. Чего-чего, а желанию мальчишек и девчонок, которые в этот день выходили на не совсем стандартный ринг в сельской школе, было даже с избытком. Порой создавалось впечатление, что если бы не сигнал гонга, ребята продолжали балупить друг друга до позднего вечера, не забывая демонстрировать все свои приобретенные навыки ударов и защиты. Уже три месяца занимаешься, да, получается? Да. Вот чему ты научился за это время? Ну да, чуть-чуть, да. Расскажи, о чем ты научился? Ну, удары мы отрабатываем. Боковые, прямые, нижние. Я научилась верить в себя, силе, воле. Мне нравится то, что Вячеслав Семенович дает мне советы. И я научилась отрабатывать удары и уже сама могу учиться. Мне это нравится. Здесь одна огромная семья. И Вячеслав Семенович и тренера очень хорошо учат. Мне очень нравится. В организации проведения турнира помогли выпускники Старецкой секции бокса Виноградова, генеральный директор Старецкого электромеханического завода Михаил Моряков и заслуженный летчик-испытатель России Николай Наумов. Бокс, он вырабатывает черты характера. Черты характера – не держать удар. А если уже получил удар, то отойди, сгруппируйся, сделай вывод и контратакуй. Вот это бокс. И это в жизни всегда помогает. По словам руководителя областной федерации бокса Александра Арбузова, с клуба «Боевые перчатки» при средней школе станции Стареца по инициативе Валерия Виноградова в регионе началась реализация программы «Бокс на селе», которая получила поддержку Федерации бокса России. Это и чисто наша с Валерием Павловичем инициатива. Хотим, чтобы ребята в селах, в деревнях занимались боксом. И все для этого делаем сейчас. Свой первый экзамен все юные боксеры сдали на пятерку. Впереди у них новые упорные тренировки, спарринги, спортивные пыльдинки, успехи и поражения, без которых не бывает побед. Старецким ребятам повезло – они попали в хорошие и добрые руки. Мы не остановимся и добьемся, что на селе будут такие же боксеры, как и в городе, и они еще победят, еще будут выигрывать не хуже их. Ради вот этих ребят стоит заниматься. Им надо также создать условия для занятий.